Накручивается его. Кирилл и его команда последние полгода мастерили этот прототип с судна на воздушной подушке. В ход пошли композитные материалы и даже турбина из США. Как говорят ребят, их творение, если его построить с натуральную величину, будет дешевле, легче, быстрее и вездеходнее существующих аналогов. Может передвигаться почти по любым поверхностям. Ну, кроме горячих очень сильных поверхностей. А то она поплавится. Взяли технические принадлежности, собрали из них резервуар. Свои изобретения школьники сегодня презентовали жюри конкурса. Эти старшеклассники взяли на вооружение инженерные познания и усовершенствовали пневматическую винтовку. Мы добились увеличения дальности полета снаряда нашего оружия из-за того, что мы увеличили нагнетаемое давление в наш ресивер и увеличили длину ствола. Интересно, например, для мальчиков, они очень любят играть в пейнтбол, поэтому стрелять... А для девочки? Для девочки. Ну, это интересная история, мне вот изучать пневматическое оружие и вообще, как это сейчас собирается. Свои устройства сегодня демонстрировали более 100 школьников-изобретателей из разных районов Тарстана. Все они победители местных конкурсов. Показали, что можно сделать лучше для транспорта, сельского хозяйства, робототехники и IT. Критерии отбираются, безусловно, актуальность проекта, которые имеют приложение либо сегодня, либо они будут востребованы завтра. Безусловно, самые интересные проекты – это те, которые будут проектом будущего, те, которые помогут преодолеть все те разрывы, которые указаны в научно-технологическом развитии Российской Федерации. Победители республиканского конкурса отправятся уже на Всероссийский, где их проекты помогут доработать ведущие ученые. Победа же в масштабах страны открывает дорогу к промышленному внедрению разработок. Так, в минувшем году, благодаря татарстанским Кулибинам, в России взяли на заметку усовершенствование для беспилотного транспорта и космических спутников. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова